Это прекрасно быть здесь, я сам, знаете, я наслаждаюсь атмосферой здесь. Дорогой мой, я вам честно скажу, эта атмосфера, этого уже достаточно. А плюс все проповеди, все молитвы, Боже мой, ты только попадаешь в эту атмосферу, твои клетки уже восстанавливаются. Я вам честно говорю, я в зал захожу, Господи, я какое-то исцеление получаю. Кто-то чувствует то, что я чувствую? Реальное исцеление на всех уровнях, не только духовное, душевное, физическое. Бог мой, нас там иногда трепает с вами по разным причинам в разных уголках земли, но Бог мой, это время восстановления, время перезагрузки. Спасибо тебе, Иисус. Друзья, мы пойдем с вами в слово. Это мой элемент. Я очень мало возлагаю рук, но я очень много возлагаю языка. Опять же, я говорю, я послушен Духу Святому, Он скажет мне, я оставлю все это и буду до конца моей жизни возлагать руки до людей. Но это мой элемент, это то, кем я Богом создан в теле. Все понимают меня, да? Ни в коем случае не сведи Бога до всего лишь возложения рук. Умоляю тебя, дай Богу быть Богом. Дай Богу говорить тебе через все, учить тебя через всех. Не важно, где, как, в руки, не руки. Успел до Иисуса достать? Не успел. Успел на меня, пастор, возложить руку? Не успел. Не важно, я здесь, Господь. Скажи только слово. И будет сделано. Итак, мы идем в тему номер два, продолжение темы о чести, о принципах, о межах, о настоящем сердце поклонника. Мы говорим сейчас с вами о невидимых вещах. Невидимые вещи сейчас стали очень непопулярны в теле Христа, только по одной причине, потому что их не видно. Потому что за невидимые вещи никто тебе поклон не воздаст, потому что их не видно. Но именно на невидимом в последнее время будет строиться все видевое и все самое мощное. Небо ставит свою ставку на невидимые вещи, на правильно заложенные фундаменты. Вот почему дьявол сделал все возможное, чтобы у нас с вами, с нашего взора были убраны отцы, которые заложили бы фундамент. И поэтому нам не от чего отталкиваться. Библия говорит, и каждый творит, что правильно в его собственных глазах. Помните такое время? Вы знаете, что мы живем именно в это время? И каждый делал все, что угодно в свои глаза, все, что казалось ему правильным. И Бог называет это время тьмы. Это время, когда голоса пророков не говорят время. Время это, когда отцов нет. И каждый отдан своему собственному маразму. Я верю, что приходит время восстановления ДНК, чистоты, невидимых параметров внутри. Это время, когда у нас будет с вами на кого смотреть и на кого равняться. Оу, меня уже переполняет. Итак, тема называется «Стандартные настройки личности». Пусть это питается сейчас. Обычно по моему названию темы можно уже определить, куда мы идем. Кто-нибудь знаком с таком термином «Стандартные настройки»? Знаете ли вы, что у вас прямо сейчас есть мобильные телефоны, компьютеры, в которых, что бы ты ни вытворил, у тебя есть кнопочка, называется «Возвратить стандартные настройки». О, вы даже не поняли, насколько глубоко то, что я сейчас сказал. Ну, я здесь для того, чтобы все это разжевать. Пусть это впитается сейчас, пусть это впитается. Уже некое откровение требует времени. У меня терпения хватит. Или я эту тему назвал еще так. Как сохранить себя от себя же. О, это оно, оно. Пусть оно впитается сейчас. Вы знаете, дорогие, если мы с вами доходим до чести, и мы говорим о чести, то, Бог мой, дай мне кнопку сохранить меня от меня же. Потому что иногда я такое натворю, что потом, Господи, как с этого выбраться? А натворил-то ты вот этими ручонками. О, мы сегодня с вами пойдем куда-то. Итак, тема называется «Стандартные настройки личности». Вы знаете, много лет работая, печатая, работая с компьютерами, в онлайне, в некоторых сферах веб-сайтов, я заметил одну вещь. Что как только создается программа, например, программа Word, да? Вы знаете, что она всегда создается с включенной в нее стандартной настройкой. Кто-то понимает, о чем я? 10, да? Кто работал, вы все понимаете, о чем я говорю. И эта тема, кстати, для современного поколения. Потому что, ну, если бы лет 20 назад взять, то меня бы, наверное, никто не понял. Эта тема современная, она даже называется по-современному. Поэтому, работая с компьютером, и вы знаете, иногда еще, я так скажу, давненько, как только все это началось, и компьютер меня пугал. Кого-то пугал компьютер, да? Когда ты что-то вытворишь не то. И ты, Господи, а что же будет? Как будто сейчас нажмешь кнопку, и все, взорвется, и никогда ничего назад не вернется. Это у новичков в компьютерах. И я помню, был таким новичком. Вы знаете, работая в сфере компьютеров, печатая, и вы знаете, очень уникально, я пока печатаю тему, я могу изменить до 30 настроек. Начиная от толщины шрифта, стиля шрифта, наклона букв, подчеркиваний, цвета, выделения. Все понимают, о чем я говорю. Я могу столько вещей изменить и добавить в программе, пока я работаю с тем, чем мне нужно работать. Но самое интересное, что когда я захожу на следующий день и открываю Word, начинается все со стандартных настроек. Все здесь? О, я сейчас закладываю фундамент, мы пойдем с вами куда-то, окей? Это так, прогреваем двигатель. Вы знаете, что бы ты в этой программе не сделал, что бы ты в ней не изменил, шрифт, цвет, наклона, точную букву и так далее, на следующий день при входе в эту программу, назад, в ней опять возвращаются все стандартные настройки. Проблема христианства, мы пытаемся каждый день менять шрифт. Пусть это сейчас осядет. И всякий раз ты говоришь, Бог, а почему оно сегодня то же самое? А почему? Я же вчера изменил шрифт, наклон и толщину. Христианство всю жизнь хочет менять, работая в программе, а задача Бога – изменить стандартные настройки. Все со мной? О, я сейчас работаю как учитель, при мне нужно думать. Окей? Когда я работаю, мне нужны ваши мозги. Поэтому, пожалуйста, не уплывайте надолго. Я понимаю, сейчас в ком-то шашлык говорит, в ком-то борщ. И ты, о, Боже. Будь со мной. Будь со мной. Проблема христианства. Мы пытаемся каждый день менять шрифт, а Бог желает раз и навсегда изменить наши стандартные настройки. Вот почему люди говорят, я был в церкви. Ничего не изменилось. За меня уже молились. Ничего не изменились. Все, что те постароделали, они просто зашли в программу и на один день поменяли шрифт. Ты вернулся домой, включил заново, и опять ничего нет. Узбоди жо это. И знаете что? Некоторые постара подсадили нас. Нет, вы не поняли. В этом есть глубина, то, что я сейчас говорю. Некоторые лидеры не объясняют нам, что есть настройки стандартные, которые Бог настраивает тебе раз и навсегда. и когда ты падаешь назад, у тебя назад неплохой, у тебя назад хороший. Нет, не поняли. У нас все, у нас настолько испоганенная голова, что мы не можем понять, что кто слышал тему, которую я говорил, о грехе сердца? Кто-то слышал? Поднимите руку, кто слышал грехе сердца? Это будет не об этом, но я чуть-чуть коснусь этой темы, чуть-чуть, чтобы вы поняли, о чем я говорю. Меня волновал вопрос, где живет назад? И мой назад жил в таких дебрях. И обычно, когда я падал назад, я в такую как упадал. Я думаю, Господи, ну почему мой назад плохой? Почему у Давида назад был хороший? Вот он вляпался, и потом расплакался, и смотришь, назад он опять хороший. Думаю, ну почему у него назад хороший, почему у меня назад плохой? Где живет назад? И как с ним разобраться? И вот я пошел, кстати, послушайте тему, некоторым поможет. Где живет назад? Смотри, это подпольное название темы. В другом случае, что бы ты не старался изменить в своей жизни, но если твои стандартные настройки не изменились, ты всегда возвращаешься туда, откуда был взят. И вот некоторые пастора, лидера, да, они просто тебе говорят, приходи ко мне, я за тебя буду молиться, и ты обречен всю жизнь молиться, и я тебе даю гарантию, когда ты будешь приходить к этим лидерам, тебе будет легчать. Но ничего в твоей жизни изменяться не будет. Кто-то, мое поколение вообще понимает, о чем я говорю сейчас? Потому что это требуется поколение чести, чтобы слушать о чести человека чести. А это глубоко, подумай, пусть осядет. Должно быть сердце, которое да только воспримет вот это. И нас с вами подсадили. Так вот, моя миссия не подсадить тебя на меня, а раз и навсегда познакомить тебя с дизайнером стандартных настроек, который раз и навсегда изменит тебя. И ты не смотришь, ты не захочешь. В твоем сердце будет столько чести, в твоей жизни будут правильные параметры. Давид говорит, межи мои, прошли, по прекрасным... Он мне сказал, межи мои, по канализациям прошли. Межи это границы. О чем говорит Давид? Перефразирую на современный язык. Параметры моей стандартной программы на иностройке прошли по прекрасным местам. Я хочу, чтобы мое назад жило в хорошем. Я не хочу, чтобы мое назад меня опугало. Я хочу, чтобы... У американцев это называется default. Знаете, да? Default. Стандарт. Смотри. Вот почему пес, слушай, возвращается на свою блевотину. Его проблема не возврат на блевотину. Его проблема в том, что он пес. А для некоторых это будет откровение. не жри блевотину. А пес не могу. Стандартная настройка говорит, надо и... Ты здесь? Стандартная настройка у пса это жрать все, что выходит из его же тела. Ты можешь... Ах ты такая тварь! Вы знаете, скажите, у кого были песики? Есть песики? Ты его так начистил, наблистил, ну ты из него сделал нутцацу, потом поворачивал свое же... Ты что, с ума жужу? И потом этим же языком тебя приветствует. Извини за графику, но Библия говорит о псах. Я просто цитирую. И мы с вами с псах хотим сделать, знаете, какую-то дворянская кровь. Да какая кровь? Вот свинья! О свиньях попозже. Ты здесь? Ты понимаешь, куда мы идем? Стандартная настройка. Что у тебя? Дорогие мои, воспитано поколение без настроек. А? Сегодня? Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Завтра? У-у-у! У тебя есть точка возврата, у тебя есть куда вернуться. У тебя есть что-то при всех глюках, кошмарах и заскоках в системе. Тебе можно нажать кнопку, и ты возврат назад. Компьютер, ты твой компьютер синий экран, матерщина выехала, ты такой о-о-о, вируса поймал. Что ты делаешь? Ты заходишь сзади компьютера, но я не имею ввиду, взрослые люди, ты разворачиваешься сзади компьютера. Я имею ввиду, в программа есть... Ты заходишь через программу, мимо программы основной, и ты заходишь в дату, где вируса небо, и восстанавливаешь компьютер по норме. В нем уже норма вложена. Только нажми кнопку, и компьютер опять хороший, веселый, не матерится. Все со мной? Ты понимаешь, о чем я говорю сейчас? Так вот у нас с вами дьявол вывел поколение без бэкап-системы. И теперь каждый творит, что хочет, что ему кажется правильным в глазах. Нет отцов, нет стандартов, нет чести. Вывели. Выведено из ДНК. И теперь мы смотрим, а я верю, Бог восстанавливает. Бог возвращает. Бог будет менять все. Он поставит свои стандарты. Он поставит отцов. Я имею ввиду настоящих отцов. Некоторые тебя оббирают. И в тот момент, когда ты нищий, они вытерли об тебе ноги и сказали, ты мне не нужен больше. А он, навиделись мы таких отцов, извините меня. Я не хочу это видеть. Хорошо. Мысль идет. Задумайся на это. Вот почему пёс возвращается. Не потому, что не ешь блевотину, не ешь блевотину. Да будет он есть блевотину. Потому что стандартная настройка у него жрать блевотину. Ты изменил музыку, друзей, поменял церковь, женился на другой женщине и так далее. Но ты никогда не изменил свое мышление. Твоя стандартная настройка осталась та же. Некоторые люди говорят, поменяй друзей. Это все равно, что в программе шрифт поменять. Все потом возвращается на свои круги. Опять в свою тему все заходит. И вот у меня был вопрос. Откуда у меня вот эта гадкая стандартная настройка? Почему я должен? И знаете, когда ты просишь Бога что-то открыть и изменить, к великому удивлению Он это делает. И потом ты понимаешь, что ты не хочешь делать это, ты просто не хочешь. Господи, а раньше жрал бы и наслаждался. Итак, твоя персональная стандартная настройка это твое мышление, твое понимание, твое решение. Ты принял решение. Иов говорит, я заключил завет с глазами. Он говорит, я поставил стандарт. Я заключил со своими частями тела, чтобы не помышлять, а девять. И мы с вами много знаем вещей, о которых говорит Библия. Я хочу задать, вот задам тебе такой вопрос. Где находится твое нормальное и повседневное? Вот отними конференцию, отними эмоции, отними крутой диск, классный, помазанный на две недели. Отними новую книжку, которую ты купил, и вот сейчас ты будешь читать неделю и просто нет, отними. Скажи мне, где пролегает твой стандарт, где лежит твоя норма, где поджидает тебя твое нормально. Вопрос вот, что для тебя является нормальным? Ответь просто себе честно, потому что вот на этой конференции и вообще вот с нами, да, в этом движении, тут не прокатит. Просто нужно честно ответить. Где мое нормально? О, Боже, я за это нормально и вспоминать не хочу. Другими словами, где живет твое назад и где живет твое нормально? Оно живет, отвечаю, в стандартных настройках твоей личности, персоны. Итак, трансформация личности, слушай, сюда, вот ответить, да, название конференции, трансформация это изменение стандартных настройок. Это не побыть около огонька и на месяц я еще протяну, когда уеду. Это приехать, здесь мастер подошел, клык, 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 и ты больше никогда тем же самым не будешь. Кто-то понимает, о чем это? Цель того, что мы делаем, не повеселиться здесь, хотя это отчасти тоже неплохо, у тех, у кого со стандартными настройками все нормально, но цель этих конференций, чтобы ты уехал и никогда не вернулся туда, на том уровне, на котором ты находился, или откуда ты вышел, ты абсолютно новый, ты реформирован внутри, в сознании. Ты уезжая отсюда примешь решение, которое не зависит от эмоций, ты просто принимаешь эти решения и говоришь, несмотря ни на что, я принимаю эти решения и никогда больше не отклонюсь от них. Сомните притчу о блудном свине? Знаете, чем мне эта притча нравится? Обычно люди не задумываются над этим. Его зовут сын-то блудный. Кто мне может сказать сходу стандартную настройку блудного сына? Я дам, пусть это осядет сейчас. Подумай. Он грешник, он ушел. Да-да, это ты так думаешь, да? Знаете, почему папа не рванул за своим сыном? Потому что у блудного сына был отец, который перед уходом позаботился о том, чтобы передать стандартные настройки сыну. И он знал, когда вся хрень закончится, он приползет, потому что у него кнопка возврата к папе. Не надо мне рассказать, что прийтие блудном сыне плохое. это такой урок, который мы с вами еще не задумывались. Отец, хочешь деньги? Да. Другими словами, был нормальный пацан. Абсолютно отстроен папой по формату. Любил Бога, любил дом, эту притчу сам Иисус. И мы смотрим, там еще был старший сын, мы его не трогаем, у него там вообще свои параметры там были. Это отдельная конференция старший сын, окей? Это даже не тема, это конференция отдельная. мы сегодня вот об этом. Почему мы с вами иди, тварь, и не возвращайся никогда, да пошел ты. кормили, одевали, тварь неблагодарная. Ну, это бы сказал нормальный отец. А небесный отец говорит, иди, иди, я уже там в тебе все настроил. И когда будет плохо, даже когда у тебя голова соображать не будет, сынуля, ты придешь сюда, потому что ты только нажимаешь кнопочку возвратить стандартные настройки, там сразу всплывает программа. Папа хороший, он меня ждет, у него много хлеба, что я тут делаю с этими стварями? Вы заметили, как у него произошел ребут системы, и он сам в шоке? Написано, пришед же в себя, это значит все это время он был... Я хочу как-то прийти в себя, папа, папа, я не хочу приходить в себя, где я был, во секта, во замолили, ахуа, что это вы на меня намолили? Во, сектант обобывал, во тают. Давайте прочитаем эту притчу, она так мне нравится. Смотрите, и некоторая религия вообще эту притчу понять не может, потому что все наоборот. Луки 15-14. Луки 15-14. И читаем с того места, где он все уже истратил, все всем доказал, нагулялся, наелся, наплясался, натанцевался. Бабло кончилось. И смотри, здесь написано Луки 15-14. И когда он истратил все, настал сильный голод в той стране, и он начал нуждаться. Пошел и пристал к одному из граждан той страны, тот послал его на свои поля пасти свиней. И он рад был наполнить свое чрево рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. И здесь потом, но придя же в себя, он сказал, у скольких работников отца моего хлеб вы забили, а я здесь погибаю. Все, антивирус пошел, по файлам проходиться. А вот встану, другими словами он просто, встану, пойду к моему папе, смотри, встану, пойду к отцу моему и скажу ему, отец, я согрешил. В программе даже покаяние заложено. Папа говорит, говорить будешь так. Я согрешил против отца. Прописываем в кодах, помимо твоих мозгов. Раз, а, гулять хочешь, иди гуляй. Прописываем, вернешься, никуда не денешься, папа хороший, он тебя ждет, и у него хлеба много. У блудного сына назад было хорошее. Когда я прочитал про его назад, я говорю, пап, нам бы такие назады всем, а то некоторых до сих пор отыскать не могут. Смотри, я согрешил. В программе даже было покаяние заложено. Смотри, встану, пойду к отцу моему и скажу ему, отец согрешил, я против неба перед тобой. Я больше не достоин называться твоим сыном, поступи со мной как с любим из твоих работников. Все мы знаем, что программа завелась, он встал, пошел, папа говорит, кто бы сомневался, сынуля, давай, давай. Сын в шоке, он говорит, вот я уже и персень для тебя приготовил. Я вообще-то не думал, что ты так быстро придешь. Ты что-то быстрее растратил все, чем я приду. Я думал, ты больше погуляешь вообще-то. Вы заметили, что папа не в шоке, ни в одном случае, ни во втором, потому что папа есть папа, и он все предусмотрел для своего сына, даже на время ухода. даже на время клюков. Пришлет в себя, это значит, он вернулся в свое назад, в свое нормально. И его нормально, это означало у отца вернуться назад домой. Это означало, что сын вернулся назад к стандартным настройкам. Это свидетельство только об одном, что перед уходом у него было правильное назад. И если честно сказать, отец нерванул за ним только по той причине, потому что отец знал, что как только вся эйфория закончится, хочет того сын или нет, включится в силу стандартная настройка, и он сам вернется домой. Вот почему Соломон говорит. Кто помнит, что Соломон говорит? Наставь ребенка или юношу, разный перевод говорит по-разному, наставь ребенка на верный путь, и он в старности не собьется с него. Это говорит, вот, дорогие мои, вы знаете, что у нас пропущено? У нас пропущено, у нас украли отцов. Это поколение безотцовщины, или я так скажу, отцов, суррогатов, которые просто пользуются тобой. Или ты им нужен для финансов, для бабла, или ты им нужен, чтобы набить свою церковь и сказать, гляньте, мы тоже чем-то занимаемся. Чем угодно, кроме реальной функции отца. Помочь вырастить, вложить и позаботиться о том, чтобы он шел до конца своей жизни и был победителем. И даже когда в его жизни пройдет самый кошмарный момент, он может вернуться ко мне и я помогу ему. У него назад это будет правильный отец и структура. Вы знаете, прожив немного на этой земле, я понял, что у нас кризис не с чудесами и с целениями, а с сердцами чести. Это поколение страдает от того, что не имеет отцов чести, принципов и стандартов. Нам не на кого смотреть. Мы не позволяем сильным личностям отстроить наши стандартные настройки. Как только начинает отец над тобой работать, например, ты сразу «Дэп, пошли!» Положи руки свои на уста и благодари Бога, что у тебя есть кто-то, что просто хочет с тобой проводить время и тратить на тебя свою жизнь. Цени тем, что есть люди, которым не нужны твои деньги и которые могут правду сказать тебе в глаза, которых не волнует, кувыркнешься ты или нет. Они настолько честны, что не смогут не сказать тебе, а не скажут тебе. А то, что мы имеем на данный момент жалкое подобие отцов, жалкое подобие отцов и моя мечта... Вы знаете, дорогие мои, мы сидели вот с координацией, с ребятами, с заветом, и я просто говорю, ребят, представьте, мы дошли до того момента, что нам нужно уже говорить, слушайте, успокойтесь насчет чудес, это уже везде, это всегда. То есть я живу в жизни чудес и знамений, меня это уже не интересует, мне это уже выставлять уже в лень. Я говорю, Бог, представь, мы дошли, ну, а здесь же Дух Святой говорит, да вы не могли дойти до стандартов, пока не прошли это. Вы не могли дойти до сердца чести, пока не прошли вот это, потому что наше поколение было голодно по чудесам и знамениям, потому что перед нами сказали, что этого нет. И поэтому война с тем уже закончена, мы взяли эти вершины, и, дорогие мои, в любую церковь завета есть чудеса, знамения, чудотворения, любые. Чудес столько, что наши сайты запакованы свидетельствами, где такое слыхано было. И уже даже враги махнули руко и сказали, эх, сильно много воевать, потеть. ролики закончились, все закончилось, уже все, уже все. Довольно о том, что все, проиграли они свою битву, чудеса и знамения выехали, все устабилизировано в духовном мире, а теперь нам нужна правильная структура, которая правильно направит все это. Теперь нужны люди, которые покажут, дорогие мои, вот путь чести, вот стандарты Бога, и у тебя внутри откликнется то же самое. Это прискорбно, я так скажу, это прискорбно. Но это знаю точно, что сейчас за определенную сумму денег ты можешь приобрести себе сильного генерала, в кавычках. Ага, слушай внимательно. И как только твой финансовый источник иссякнет, твой помазанничек попрощается с тобой. Ага. Говорю это из жестокого личного опыта. У меня были папы. Как только месячные закончились посылалки вот туда, знаете, помесячные посылалки вот туда вот, закончились все благословения и молитвы, как только у меня иссяк источник зеленых долларов, у них иссяк источник благословений. и папы сдохли. Папа! А папы нет, я занят. Как разбогатеешь, свяжемся. Говорю это из жестокого личного опыта. Дорогие мои, я несколько пап хотел найти. И мое сердце, оно тянется к отцам. Мое сердце хочет видеть сильных людей. ты смотришь на Джеймса, например, ты смотришь, генерал просто стоит. Абсолютно невозмутимая личность, которая соединяет несколько поколений внутри себя. Он видел такие вещи, которые, дорогие мои, он еще даже не начал рассказывать, то, кто он и то, где он был. Те истории, которые он нам рассказывал, я в шоке, дорогие, я просто имею честь присутствовать просто в обществе вот таких отцов, которым абсолютно не волнует ни мое положение, ни количество людей, ни количество он всегда рад быть со мной и в любой момент он говорит, звони. В любой момент я помогу. Вот где укроется настоящее. Смотри. И вы знаете, и так, после того, как я изменил мои настройки в системе, теперь у меня есть новое нормально, и прекрасное назад. О, не, не, не поняли, не поняли. Я изменил мои настройки в моей системе, я сказал Богу, вот я, я отдаю тебе мою жизнь, мое сознание, я принимаю решение не садиться за стол переговоров с этими. Я принимаю решение не реагировать на это, я принимаю решение, я сидел и заключал завет со своим сердцем и со своим Богом, и оставил межит для себя же, потому что мне нужно было охранить себя от себя же, мне нужна была точка возврата, куда я могу вернуться, при том, когда все настанет крах и боль, и все меня предаст вокруг меня, есть ли у меня точка возврата, есть ли у тебя огнетушитель, огнетушитель, я не верю в пожар, я тоже не верю в пожар, но у тебя огнетушитель есть? Я не верю в пожар, но когда пожар настанет, ты тогда будешь бедный, бедный. Точка возврата, невидимая честь. Я давно сказал себе, знаете, у меня было несколько разговоров с самим собой, с Богом, просто в обществе Духа Святого, в общении с Ним, я Богу, я просто сказал сам себе, у меня не будет семейного кошмара, который был у моей матери, у моего отца, я просто принял это решение. 20 лет мы живем с женой, у нас нет семейного кошмара. Мы как одна боевая единица, мы приходим и срезаем бошки у бесов. Дорогие мои, скажи мне, ты когда-нибудь решаешь? Это она. Слушай, ты свои настройки перемени, и у тебя в семье все изменится. Это она, это он. Нет, это ты. к великому прискорбному сожалению, это ты. Я сказал, мне никогда не будет развода. Я никогда не буду нищий, мои дети не будут переживать за свое будущее. Вы знаете, я много вещей вот таких себе написал и сказал, и я живу по ним, я просто сказал, не будет этого. Ну да, тебя же Бог благословляет, конечно, потому что я сделал в стандартных настроях благословенный Богом. И не дам никому опустить меня ниже моих стандартных настроек. Я не сяду за стол переговоров с нечестивцами, с людьми, которые попирают славу, чудеса и знамения. Никогда в жизни не возьмусь за руку с тем, кто ненавидит славу Бога. У меня есть честь и принципы, церковь. Но сегодня мы с ними, завтра мы с теми, завтра мы послезавтра с теми, теперь мы с этими, завтра мы с этими. Любовь все покрывает, теперь компромисс любовью назвался. О-о-о-о-о-о-о, я что-то тронул. Теперь вонючий компромисс назвали любовью и миром во Христе. Не надо на них. Не надо. Люди шли на смерть. Прочитай книгу мучеников Христа. О каком мире мы говорим? Дорогие, есть время, когда ты любишь, а есть время, когда ты своей жизнью отстаиваешь стандарты неба. у тебя есть враги, которые уверены в тебе? У меня есть. Они точно знают, что я сделаю и что я не сделаю. Можете представить, Даниил был настолько стандартно настроен, что враги даже атаку придумали, зная, что он будет молиться и никогда не собьется со своего графика. Алло! А мы свои стандартные настройки меняем. О, сегодня бомба полетела. Сегодня не день молиться. Сегодня день танцевать. Наше позорное, дешевое, фонючее христианство, протухшее, сожранное блохами. Фу! Не, не, он так выражается. Вон дверь, вон дверь, вон дверь, вон дверь, вон дверь и вон дверь. Это любя. Любя. Должны подняться люди с позвоночником, с принципами, на которых опереться можно. которых, как я приглашу через 10 лет, у него не будет иного учения. У него не будет иного Бога. Он будет вкопан до конца жизни своей в одном и только в одном в своем Боге и никогда не изменит своих стандартов. Бог, подними этих людей. О, Иисус! Это то, чем мы занимаемся. Это то, что мы в завете делаем. Это то, что мы отслеживаем. Это то, почему в завет не могут все зайти далеко. Потому что перед тем, как я протяну тебе руку и скажу добро пожаловать в завет, ох, ты в соли сожрешь. ты еще три раза откажешься от этого же завета. Скажешь, а точно, надо? Может, я так просто поживу? я давно сказал, в завете будут только те, кто имеет сердце чести, личности, железных принципов, люди своего слова. Твое финансовое положение меня вообще не волнует и не имеет в моих глазах никакого значения. Прислал ты мне, дал ты мне конвертик, да не имеет вообще значения. Я сам могу все конференции окупать со своего кармана. Если здесь не будет покрыто, я покрою все. Вот, наверное, поэтому я здесь и стою. Потому что меня не волнует, не соберем, умрем, умри. Если мы не соберем, не будет конференции, да пусть она сейчас уже не будет. я сам с удовольствием покрою нужды, потому что я знаю, где есть ценность. Вы знаете, первое, что должно вернуться в личность чести, это реальная жертва. Три аминя. мы хотим всего за 2 евро, любое. Еще и претензия, я дал? имею право говорить о деньгах, потому что меня твои деньги не волнуют. Вообще. твое положение в обществе, твои дипломы и твои связи для меня не важно. У меня один вопрос, один вопрос ко всем, кто в завете. Один, слушай. Есть ли у тебя честь и принципы настолько сильные, что даже при всем твоем желании ты не сможешь сам их переступить? есть ли у тебя в жизни что-то, что охраняет тебя же от себя же? Могу я положиться на тебя, даже не на тебя, могу я положиться на твою стандартную настройку и даже когда в тебе будет глюк, твоя стандартная настройка включится и скажет я обещал, я умру, но я сделаю. Кто-то понимает о чем это? Я человек слова, если я кому-то что-то пообещал, я сделаю. И только такие люди будут рядом, только такие. Я опять же говорю, у меня очень короткая жизнь, как у всех у нас. И каждый человек, с которым я стою рядом, мне нужно инвестировать кусок моей жизни, физической жизни в них. Поэтому я очень аккуратен, когда я начинаю инвестировать. Потому что когда я провел с тобой время, я его уже никогда, никогда не верну назад. И я ценю мое время. потому что в это время я мог бы сделать что-то, что изменять будет нацию. А в это время я просто работал с чем-то, что даже не достойно времени моего. Алло. О, пришло время такие темы послушать. А то мы там пастор вырабатывают. Что же вам еще придумать, чтобы собрать хорошо сегодня? Что вам показать? на какой миссионерской фотке? Это сфото на фоне толпы какой-то. О, видели? И я тоже в Африке был. Ваш пастор миссионер. И у нас тоже люди пишут. Вот вам. Читай. А там всего лишь поллюда написало. Ой, успокойся. О, я умею гладить в обратную сторону, поверь мне. Это, это одно из моих уникальных качеств в теле Христа. С юмором, но больно. Так, хе-хе, 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 уникально. Я сам иногда удивляюсь себе же. Думаю, гля, расстрелял, а они улыбаются, расстрелянные лежат. Надо же, уникально. Есть ли в твоей жизни что-то, что охраняет тебя от самого же себя? у меня есть. Я вам честно скажу, сколько приходит случаев в жизни, где, поверьте мне, я тот человек, которого многие знают, скажем так. И в мою жизнь иногда приходят атаки, которые некоторым даже не снились, и я это сокращаю. Окей? Не снились. И иногда в тебе встает просто человеческая ревность о том, что Бог мой, ну нельзя же так. И ты точно знаешь, что ты не достоин этого. И все твое человеческое естество говорит, сядь, и как Бетховен, напиши пьесу на форуме. И вы знаете, знаете, что у меня было? За всю мою жизнь христианскую уже много лет пару раз было я писал письма, серьезные письма. Но вы знаете, когда я дописывал его до конца, и оно было очень весомое и убедительное, можете себе представить? есть люди, которые атакуют меня публично. Знаете, да? Можете себе представить, мне один раз прислали фото, как бы сказать, чтобы ни в коем случае не рассекретить. Вы знаете, честь иногда мешает. Можете себе представить, прислали полное досье, где эти люди были пойманы в очень странных вещах, полное доказательство с лицами, с документами. И мне все это подарили. Надеж. И я тут во! Справедливость настигла! А папа показывает, видел кнопочку делит? Я говорю, Бог, может хоть в архив? Он говорит, нет, из архива тоже. Он говорит, человек чести самый опасный, потому что когда он не заступается за себя, за него вступает за небо. знаешь, почему я не отвечаю им? Потому что я даю ему высказаться вместо меня, а это намного весомее. И я заметил, что когда я даю ему высказаться, что на протяжении всех этих десяти лет все рты, все выступающие закрывались наглухо. Все! 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 Вспомните! кто со мной следует по моей жизни вместе? Все! Вы знаете, написав послание, оно такое было жирное, сочное, включается стандартная настройка, которую я же и настроил! и она мне говорит, ты же обещал Богу, что никогда, ни при каких обстоятельствах ты не скажешь на своего ближнего вот это, что ты тут накатал, Боже мой! Я так прочитал, знаете, я уже прочитал свое письмо под стандартной настройкой и ужаснулся. Это, знаете, это как блудный сын, знаете, он лицо поднимает, а там... И, знаете, это примерно было вот так, слава Богу, что я не нажал кнопочку отправить. Знаете, есть две кнопочки, и от нее зависит твоя жизнь и смерть. Одна кнопочка называется отправить, другая называется удалить. И иногда у тебя война с мышкой. Что победит? Победит мышка или победит крыса? Честно говорю, я не собираюсь корчить себя какого-то супермена, я точно в таком же теле хожу. Дорогие, и мне тоже так же больно, и я тоже иногда провожу ночи, плачу, не могу даже заснуть. Почему? Потому что иногда приходят такие ранимые, больные вещи, которых ты точно не делал и точно не достоин этого. Все, что ты хочешь, подарить свою жизнь людям, и все. Безвозмездно, не надо ни денег, ничего. Вот я вот, возьмите, больше ничего не надо. Просто возьмите кусочек моего опыта. И все, просто подарок. И я ставлю под угрозу всю свою жизнь. Я даже, я даже делаю возможность быть ненавидимым ради того, чтобы ты услышал правду. Я даже подставляю всю свою репутацию и твою любовь ко мне, чтобы сказать тебе правду. Просто подарок. Вы знаете, сижу с этой мышкой и знаю же, что не отправлю. Мучаюсь, мучаюсь. Удалить. Удалил. Спасибо. И вы знаете, когда удалил, через три дня я благодарю Бога, что я не отправил это. Кто-то понимает, о чем я говорю? Я благодарю небо, что включилось стандартная настройка и я увидел морды свиней и сказал, но-но-но-но, это не моя судьба. Я не рожден здесь жить. Опуститься на их уровень? Да. Я позволяю небу, я позволяю небу разобраться с теми обидчиками, а небо точно знает, что делать. Наказать, отпустить, протянуть. Небо знает. Не надо вмешиваться. Будь человеком чести и все. Все. Вы знаете, что я заметил? Держать язык за зубами в сто раз тяжелее, чем высказываться. Молчание, это стоит тебе просто нервом. Попустил. Давайте прочитаем стандарты Давида. Кто хочет прочитать стандарты Давида? Они есть. Читаем стандарты Давида. Открываем. Первый псалом, первый стих. Логически, да? Логически. Псалтырь. Первая глава, первый стих. Вот. Это начинается, это знаете, это списка под программой. Псалтырь 1.1. Блажен человек, который не следует совету нечестивых. Стандарт. Не стоит на пути грешников. Стандарт. Не сидит в собрании надсмехающихся. Стандарт. Но в Господнем законе находит радость. Стандарт. И о законе его размышляет день и ночь. И день, и ночь. Стандарт. Стандарт. Смотри. Он как дерево. А у нас с вами псалом Давида начинается сразу с дерева. Заметили? Вот никто не помнит этот псалом. Все помнят. Он как дерево посаженное. Честно, вот нам надо научиться читать с первых стихов. Вот церковь. Вот положа руку на сердце. Вот как у Иова. Мы ничего не видим. Видим только бабло, дети, дома, слуги. А не видим, что Бог вообще на это несмотря. Он говорит, ты видел его сердце? Ты видел его принципы? Ты видел его честь? Он как дерево. Начинаем читать от того, откуда все христиане читают. Он как дерево посаженное у потока вод, которое приносит плод в свое время и чей лист не вянет. И что бы он ни сделал, во всем преуспеет. Я думаю, Господи, а что у меня, я вяну. И вот, что бы ни взял, хрень какая-то выходит. Да может, ты не с первого стиха читаешь, братан. У тебя все наоборот. Ты хочешь свое дерево втыкнуть где-то там? Где там потоки вод? Где-то промывает хорошо. Братья, подскажите. Говорит, ну-ну. Чей лист не вянет. Че, поехали, да? Поехали, да? А у нас и лист вянет, и там вянет, и сям вянет. В штанах недвижимость. Удалите это с ролика. Я бы рассказал бы, где вянет. Да. Вот мы тут опять. Хотя бы почти все сказал, аллилуйя. О, Иисус. Дорогие, знаете что? Я благодарен Богу, потому что я знаю, что в этом зале есть люди, реальные проверенные жизни. Я могу назвать их имена. Дмитрий, Александр, Алик. Их жены. Я знаю одно. От них мне ничего не надо. Я знаю одно. От них мне нужно только одно слово. Будет сделано. И я знаю одно. Они пойдут на все. В долги, но сделают. О, это тишина, дорогие мои. Это доказывается жизнью. Я знаю одно, что в руки нескольких людей в этом зале я могу доверить свое здоровье, свою жизнь, свое состояние. И я знаю, никто из них не попользуется мною. Я понимаю, это тишина, это не популярные топики в церкви. Но вы знаете, дорогие мои, я благодарю Бога, что я дожился до жизни, где у меня есть таких несколько человек. Вы знаете, дорогие мои, какое счастье, если хотя бы у нас будет хотя бы один вот такой человек, которому не нужны твои деньги, популярные, ничего, которым просто нужен ты. И не важно, тебя любят или ненавидят, у тебя что-то есть или нет у тебя ничего. Это просто люди, которые любят тебя и все. Я раз и навсегда изменил настройки моего сознания. Это решение, которое ты и я принимаем и никогда не изменяем. Я убрал эти опции из моей системы. Я там не буду, потому что у меня туда больше нет дороги. Это не говорит о том, что я не упаду или не спотыкнусь. Церковь, поймите меня. Это не говорит о том, что я не допущу ошибок, я допущу. Это говорит о том, что даже допуская ошибки, я сделал все возможное, чтобы не остаться в них. Я сейчас в хорошем состоянии перенастраиваю. Кто из вас жалел, что не сделал бэкап своего телефона? Вы знаете, куда я иду? Знаете, куда я иду? Вчера. А сегодня ты его утопил. И ты, Господи, а че же... Знаете, что, дорогие мои, давайте сделаем бэкап. Давайте сохраним. Вот как раз тебе, когда тебе самое хорошо это время вбить стандарт. Бэм! Это время сказать, вот это моя точка, если будет плохо, я возвращаюсь сюда. И когда ты пошел, и что-то случилось, клык, вуп, потом берешь телефон, подключаешь, нажимаешь, и восстанавливается все. И тебе так на душе хорошо, ты ничего не потерял. Это мудрость стандартных настроек. И это то, что церковь в последнее время не имеет, даже понимания этого не имеет. Мы просто живем. Сегодня бэм, завтра бум, завтра, а послезавтра... Это не говорит о том, что я не упаду. Это не говорит о том, что я не допущу ошибки. Это говорит о том, что это больше не является моим назадом и моей нормой. Я не вернусь туда. Почему? Потому что я убираю эту опцию. Другими словами, свинья и овца обе падают в грязь. Все понимают, да, чем это? Все вымазываются. Свинья, овца, все залазят в грязь. Смотри. Но у свиньи стандартная настройка. Это грязь. А у овцы стандартная настройка. Это зеленая трава. И поэтому возьми свинью и овцу и швырь их в грязь. Что получится? Свинья, ой-е-е-е. Ой-е-е-е. Ой, мне плохо. Молитесь за меня. О-о-о. Я упал в блуд. Но вы за мной пока не приходите еще. Ой, я так упал в блуд. Молитесь мне, братья и сестры. Только не сильно быстро. Я залетел в алкоголизм. Но пока не приходите ко мне еще. Я еще пока не выпил ящик весь. Это свинья. У нее стандартная настройка. Она не может это не делать. Овца она попадает. Дорогие мои, у Бога не проблема с тем, что ты вымазался. У него проблема. Кто ты? Христианство построено так, как религиозное, чтобы ты выглядел красиво и пахнул арманией. А внутри, Бог мой, настройки твои какие? Кто ты внутри? Что тебя тянет? Да Бог не смотрит, где ты одет, где ты, с кем ты. Он смотрит по окончании всего. Где твое назад? Где твое нормальное? Где твоя настоящая настройка? Вот с чем борются и бьется ад и небо. Они не бьются, чтобы ты сегодня в церковь попал. Ад и небо сражаются за стандартные настройки твоего существа. Да смотрите на Давида. Давид что, не падал? Да когда он падал, он постоянно скулил. О, Господи, прости меня. Бог прощал и вытаскивал. Потому что у Давида стандартная настройка была какая? Мы же ее прочитали, да? Первая глава, первый стих, Псалом. И когда он отходил от стандартной настройки, он выл, он говорит, это не мое. Блуд, это не мое. Убийство, это не мое. Грех, это не мое. И всегда возвращался. И потом, О, Господи, славит тебя душа моя. Там плохо. Проверил. А Саул тварюка такая. Там-сям, там-сям. А потом, он даже каяться не собирался. Он говорит, помните, приходит пророк. Он у него хватает, раздирает. Он говорит, Бог отторгает от тебя царство. Другие, несмотря на то, пророк произносит на нем суд до конца его жизни. Лишает его позиции. Говорит, ты в глазах Бога не царь. Он уже избрал другого. И представьте, что это зараза говорит. Это нормально, нормально. Ты только перед старейшинами у меня почти, и все нормально. Свинья. Гаденыш. Вот почему. Он толком даже грехов не делал, какие Давид. Он внутри гадость был. У него внутри стандартная настройка. Это зараза. Это навариться, там сделать. Ой, я боялся народа. Слушай, что ты боишься народа, а Бога не боишься? Вот это меня уникально удивляет. Самое интересное, знаете, религия, она, людей не боятся плевать на Бога, творят, что хотят, только перед людьми выглядеть. Вот это ужас. Я никогда не мог понять вот этот момент в религии. Я никогда не мог понять. Меня Бог призвал, я никак не мог понять. Я всегда, когда где-то залетел, я говорю, Боже мой! И я приходил там обкарпит церкви. Он говорит, брат, ну не так же сильно каяться. Люди могут подумать, что ты что-то страшное сделал. Я говорю честно, правду. Он говорит, слушай, зайди ко мне, исповедуйся, иди нормально. Можете представить, религию раздражало даже мое покаяние, потому что в их церкви не грешат, чтобы так каяться. Ты здесь? И меня так отводили в сторону и говорили, на тебя люди уже внимание обращают. Ты для себя что-то берешь? О, мы выровняем эти кривизмы. О, мы их выровняем. О, Иисус! Запомни, решение намного сильнее эмоций. Не поняли? Повторю, для тех, кто объелся свинины. И свинина не дает тебе услышать сейчас откровение. Шашлык мешает. Решение сильной личности намного сильнее любых эмоций. Потому что решение не основано на эмоциях. Слушай сюда. Я решил быть с моей женой до конца моей жизни. Эмоции есть? Эмоций нет? Эмоций совсем, блин, нет. И только кто уже лет 20 вместе знает, что такое эмоции не бывает совсем иногда. Ух, а бывают другие, аллилуйя. меня не держит вот это кольцо, церковь. Это фонарь. Меня держит мое решение и честь в моем сердце. И я никогда ни при каких обстоятельствах с другой женщиной в кровать не залезу. Не потому, что не хочу, а потому, что я навсегда сделал решение быть с одной женщиной. Ну, извини, если я сказал, что иногда всякое бывает. Иногда тут разные ходят. все мужики сказали, эмоции, давай, давай, аминька и быстрее, боя тут сейчас быстро наведу порядок. А я не смотрю на других женщин. О, это говорит о том, что ты вообще глад не сводишь. твоя жестокая реакция противления еще раз доказала, что это вообще твоя действительная проблема. Поэтому слой. Тут уже успокойся. Можешь пойти своему брату там, Кондрату рассказать. Здесь не прокатит ничего, окей? Здесь сидят нормальные мужики с теми же проблемами, как и у тебя. И поверь, если папа сделал Еву, правильно. Ладно. Это отдельная конференция. Евы, так же и к вам. А дамы тоже иногда ходят. Все нормально. Тут не в одну сторону тема идет. Она в обе двигается. Поэтому давайте успокоимся, только мужиков клянуть. Тут с обеих сторон. Знаете, как в Америке говорят? It takes two to tango. Это танго танцует вдвоем. Один не может танцевать танго, а другой подвешен на него. Танцую танго вдвоем, роднюлечки. Ай, да, аминь еще какой, аминь, арилу. Так вот, возвращаюсь к решению, которое намного сильнее эмоций. Если ты это усвоил с обещанием одной женщины, и поверь, мужчина, в твоей жизни попадутся красивее женщины, умнее женщины, но они не твои. Женщины. Женщины, в вашей жизни попадутся мужчины, которые будут намного сильнее выслушивать вас и колясочку с машины достанут и скажут, где твой носица и готов будет помочь тебе везде и всегда. Вот мой номер телефона. Аккуратненько. Потому что мы знаем, куда этот номер телефона приведет. Ага, аминьи мало. Я верю, я верю, я в реальной церкви нахожусь, я все понимаю. Я все понимаю. решение намного сильнее эмоций. Я принимаю решение и я не отступаю от него. И даже настает тяжелый день. Я смотрю на вот этот символ, да? Вот в свадьбе, просто в свадьбе, смотришь на вот этот символ и ты говоришь, вот это решение. Дорогие мои, скажите мне, кого когда кольцо сдерживало от блуда? Ответьте мне. Во, именно, твой ответ все дал. Ха-ха-ха. Да никогда и никого. Некоторые жены, а ты кольцо одел? Потому что его окольцевало. Позаботься о том, чтобы это был мужчина стандартов и принципов. Позаботься о том, чтобы он приступил не к обещанию тебе, а не приступил к обещанию Богу. Когда он не приступит к обещанию Богу, ты в сохранности, красавица. И можешь макияж не накладывать, все нормально. Он не уйдет к другой, потому что он ушел к одному. И оттуда он не собирается. Почему? Он сделал решение, и он обещал не тебе, а обещал Богу. Поэтому я верю, поднимется поколение, которое свое обещание сделает Богу. И не важно вот это все, вот это все, вот это все. Обещанием Богу я принимаю решение, я делаю решение. И я хожу праведно не перед тобой, не пытаюсь доказать тебе что-то. Это решение принято в тайной комнате, там где никто не видел. Эти принципы забиты там еще лет двадцать назад Богом в страшных тяжелых моментах. И на эти принципы я опирался всю жизнь и не собираюсь с них сходить. Было ли у тебя время, когда закладывался фундамент твоего сердца? Было ли у тебя время, где ты вбивал свои колья? Было ли у тебя время, где ты ставил свои межи и говорил, Боже, никогда не приступлю, вот это моя жизнь и вот это мои межи? А, я живу так от дня ко дню, как придется. Жаль мне тебя. Решение намного сильнее эмоций. Я бросаю тебе сделать, я бросаю тебе вызов сделать решение и скорее всего в твоем решении эмоций вообще не будет или наоборот даже эмоции будут отрицательные. Я бросаю тебе вызов сделать свои стандартные настройки, запрограммировать их, настроить их. Покаяние переводится как изменить направление. Все понимают, знаешь, только покаяться. Покаяться это изменить направление. Покаяться это не наш синодальный перевод. Покаяться это Это не развыться здесь перед всеми. Это не покаяние, это признание вины. Ты перед ментом, который штраф тебе выписывают, еще не так каялся. При чем тут покаяние? Покаяние вообще ни о чем не говорит. Это просто тебя поймали, ты признал свою вину. Настоящее покаяние это поворот. Изменение маршрута. Смотри, чтобы изменить направление, нужно изменить свое мышление. Запомни, битва Бога и битва дьявола проходят вокруг наших стандартных настроек. Дорогие мои, вы думаете, почему? Вы думаете, дьявол бы бился с Богом, зная, что он проиграет? Он бьется с Богом, зная, что у него есть позиция выиграть. С Богом он битву не выиграет. Он выиграет битву с Богом на твоих стандартах. Дорогие мои, какой бы Самсон не был сильный, помазанный и великий, стандартные настройки его сгубили. Все понимают, почему? Господи, хочу помазания. Господи, хочу двойного помазания. Бог, дай ему двойного ума. Дай ему стандарт, увеличь его, дай ему понимание. Именно настройки нашего сердца говорят о том, кому ты действительно принадлежишь. Вот честно просто сказать, кому ты принадлежишь. Не сейчас. Твоя стандартная настройка, где она? Когда все валится, куда ты? Когда все убежали, где ты? Дьявол не против того, чтобы ты пел христианские песни, читал Библию, молился или проповедовал. Но именно тогда, когда ты попытаешься изменить свои стандартные настройки, весь ад выйдет против тебя. Давид падал, Саул падал. Только у одного стандартная настройка, не отними твоего духа от меня, а у другого почти меня перед старейшинами народа. Одному плевать, один падает в прах и говорит, Бог, зачем ты народ наказываешь? Я сосчитал народ, меня накажи. А другой говорит, пронесло. Вопрос, где твоя стандартная настройка? Я верю, что пришло время вернуть в тело Христа честь, стандарты и принципы. Я верю, что настало время подняться настоящим мужчинам, настоящим мужьям, настоящим женщинам, настоящим женам, личности, которые принимают решения и говорят, Бог, вот все. О, дорогие мои, приготовьтесь, то, что я сделаю завтра, я вам честно скажу, со мной это сделал Бог. Я этого не говорил нигде и никогда. То, что вы услышите завтра, вы не слышали нигде, никогда, я не делился об этом в жизни ни на одной платформе, ни в центре, ни за центром, ни до центра. Поэтому приготовьтесь, то, что я завтра скажу и сделаю, это будет даже шокирующим для некоторых людей. Но, дорогие мои, пришло время возвратить стандарты неба, пришло время убедиться, хочешь ли ты действительно настоящего, или ты просто играешь в игру, кто помазаннее, кто популярнее, у кого подписчиков больше, кто... у кого лайков больше. Давайте мы встанем. Музыканты, пожалуйста. Спасибо. 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 О, как я прошу Бога поднять этих отцов. О, как я прошу Бога, чтобы церковь просто услышала меня сейчас, просто услышала. Как я прошу Бога, чтобы это не была очередная конференция, на которой тебе там сделали тач, и ты пошел в то же самое. Как я прошу Бога, чтобы просто докричаться до сердца моего поколения. Вы знаете, как непопулярно проповедовать о том, чего не видно. Церковь, вы знаете, когда я приехал в Америку более 20 лет назад, хороших работ не было. И меня наняли на работу строить, знаете, это называется каркасы, фрейм. Знаете, что такое фрейм в доме? Каркас. Это то, что после окончания дома никто не будет видеть. Те, кто работают на фреймах, каркасах, на фундаментах. Дорогие, я заливал фундаменты. Родные, вы знаете, что интересно? Именно тогда со мной работал Бог. Именно тогда вот это я проходил свои вещи. И Иисус тогда меня учил. Я заливал эти фундаменты. Вы знаете, это тяжелейшая работа. Кто работал, те знают, этот бетон. А еще, если дома огромные, это, Боже мой, это адская работа, которую никто никогда видеть не будет в жизни. Этот фундамент, этот каркас застроят, зашьют, забьют и придут мастера. Придут красавцы лепки. Придут красавцы обшивки наружной. Придут те, кто ложат крышу красивенную и их работу будут видеть поколения. И вы знаете, я заканчиваю этот этот каркас. И Дух Святой мне говорит, просто тогда, у меня тогда не было ничего, я тогда только приходил к Богу, это я только, только, только начал созревать для Бога. Он говорит, сын, запомни одно, то, что ты делаешь. Если ты сделаешь неправильно, все, что построится после тебя не имеет никакого значения, вся эта крыша сползет, все эти стены облезут. И вы знаете, я именно там научился выделывать этот фундамент. Я сидел и кропотливо водил этим шпательком, чтобы фундамент был ровный, чтобы все гвоздички выходили правильно по размеру, потому что я знал, что после меня придут красавцы с ремнями. И если я неправильно сделал фундамент, там матерщины не оберешься. Некоторые строители знают, о чем я говорю. Я работал на стройке. И вы знаете, я сижу и плачу, не потому, я говорю, Бог, эта работа, она никому не нужна, вообще никто не видит, видеть не будет. И вы знаете, Иисус меня там научил работать над невидимыми вещами. Он говорит, сын, выводи, делай, я вижу. Я эти гвоздички всаживаю, я их поправляю, когда они там пытаются покоситься, я все выхожу, с этим сантиметриком хожу, все эти уколочки, все эти меточки, все эти линии пробиваю, бэм, все ровненько, все хожу. Из меня ходят те же рабочие, ха-ха-ха-ха. А Бог говорит, сын, учись, потому что в твоей жизни невидимое намного важнее, чем видимое. И все остальное видимое будет позироваться так, как в жизни, на том, как ты работал с невидимым. Если ты чувствуешь, что твое нормально не в нормальном, если твое невидимое неправильно, просто выйди сюда, встань на колени, не надо кричать, не надо эмоций, просто встань, я помолюсь за тебя. Встаньте на колени, встаньте на колени, в его присутствии мы, мы признаем его власть и овторите. Отец, я прошу тебя, коснись моих братьев изистью. Бог, может, когда-то нас не научили. Мы пропустили самые главные уроки жизни, где работа была над невидимым. Именно тогда нужно было вкладывать. Сейчас мы жнем кошмары из-за того, что когда-то нас не научили. Но мы сейчас знаем, мы соглашаемся работать над тем, чего не видно. работать над честью, стандартами, принципами, которых зачастую никто видеть не будет, но на этом строится моя жизнь. Все мое помазание, все мои результаты и плоды основаны на том фундаменте, который никто не видит. В Дух Святой мне говорил, сын, заливай этот фундамент для меня. И я заливал. Мне спрашивали, почему ты выводишь эти уголки, их никто не видеть не будет. А я просто им говорил, я делаю, потому что мне приятно. Почему ты делаешь это? Это никто видит не будет. Я делаю, потому что это мой принцип. Я это делаю ради себя. Некоторые спрашивают, Бог, почему ты меня так любишь? Он это делает ради себя, потому что у него стандарт любить тебя. он не может не любить тебя, он любовь, у него стандарт любви. Не переживай, он оградил себя от твоих поступков, и его любовь уже не базируется на твоих поступках. Он любит тебя несовисимо от твоих поступков, но он хочет перенастроить твои стандартные настройки, чтобы когда тебе было плохо, ты просто кричал, отец, приди, ты не хватал водку, ты не бежал к шлюхе, а кричал отец, я не могу без тебя, перенастрой меня, время в игры религиозных закут, сейчас ты разговариваешь насчет собственного сердца, со своим Богом, я молю моего отца, чтобы он увидел и услышал крик твоего сердца, и дал тебе пожелание твоему, проси его, Бог, дай мне честь, чтобы люди, смотревшие на меня, исправляли свой путь, Бог, заполни меня собой, настолько, чтобы, не говоря ни слова, твоя слава текла на окружающих меня, Бог, дай мне принципы, которые будут охранять меня, и когда я попаду в тяжелые дни, у меня была дверь возврата к тебе, оу, одежь, я твой, я твой, я твой, я твой, я твой, я твой, И отвор И отвор И отвор И отвор И отвор И отвор Я твой Возьми меня Дорогие, что случится, когда, может быть, ты когда-то лишишься своего рассудка? Или ты попадешь в аварию, где ты не будешь контролировать свои собственные слова? Дорогие, знаешь ли ты то, что через тебя будет говорить то, кем ты являешься? Вот почему некоторые люди, когда приходят к старости, они говорят, они сходят с ума, дорогие, они не сходят с ума, они возвращаются туда, кем они в реальности были. И вот о чем я говорю сейчас в успехе, в расцвете сил, благословении, помазании. Я говорю ему, Бог, я вбиваю сейчас кол в этот стандарт и говорю, вот это я. Вот это моя точка отсчета, вот это настоящее я. Я ничего иного не хочу и говорю тебе, это то, где я хочу пребывать, жить, любить тебя и быть с тобой. И даже когда в моей жизни, не дай Бог, настанет что-то кошмарное, чтобы я всегда имел дорогу назад, чтобы я пришел в себя. Чтобы было во что приходить, чтобы было во что приходить, чтобы было к чему возвращаться. Во имя Иисус, заполни нас собой. Заполни нас собой настолько сильно, что у нас не будет шанса иного. Мы ничем не хотим быть заполнены только тобой. Измени, Дух Святой, измени мои стандартные настройки. Исцели мое сердце. Я хочу иметь сердце, как Давид. Избрал ты человека по сердцу своему, который исполнит твои намерения. Не свои, не намерения ближнего, твои намерения, твои мечты, твои планы и твои цели. Во имя Иисуса. И мы воздай ему славу. Воздай ему славу. Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Аллюлуйя!